Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу. Вообще она в основном посвящена такому важному событию, как воспитанию детей. И не зря именно в этой главе звучат знаменитые слова «Да сделает тебя Господь подобным Эфраиму и Минаше», которыми по сегодняшний день родители благословляют своих детей. Эфраим и Минаше были великими среди великих. Они удостоились создать новое колено Божье, написано. И автор книги Эммета Леяков удивлялся, если отец благословляет своих детей, своего сына. Неужели недостаточно пожелать ему стать таким, как Бен Ишхай или Балшемтов? В самом деле, если отец благословляет сына, стать таким, как какие-то великие люди, не хочет ли он слишком многого? Не напрасна ли эта молитва? А что, если он скажет, пусть мой сын будет таким, как Ари или Йосеф Каро? А сравниваться с Шимон Барьяхаем вообще думать нечего. Но Яков учит нас благословлять детей, чтобы они стали ни много ни мало, как Эфраим и Минаше. Как два великих из великих. Почему? Это из такой притчи понятна. Праведный был такой человек, рабе Яков Арье из Радзмира. Вот он шел как-то по дороге и встретил молодого учащегося из Шивы, начали беседовать. И Раф его спрашивает, а какие твои устремления, ученик? Тот ответил, я не мечтаю быть великим. Дай Бог стать мне простым евреем. Посмотрел на него праведник и говорит, послушай, я в молодости хотел стать как Балшемтов, а в итоге стал простым евреем. А что же получится из тебя, изначально желающего быть простым евреем? И здесь кроется ответ на все наши вопросы. Если отец хочет вырастить совершенного сына, такого как Эфраим и Минаше, есть шансы, что в конце сын станет в конце концов хорошим евреем, принесет радость родителям. Если изначально довольствоваться тем, чтобы сделать простого, то он будет заурядным заранее и неизвестно куда он вообще придет. Вообще о детях надо много поговорить. Рассказывал Равин, что у себя дома он обычно успокаивал своих детей следующим образом. Когда просишь ребенка о чем-то, он иногда, даже уже взрослый, можно услышать ответ «не хочу» или другое возражение. И тогда Раф говорил им, смотри, у человека есть доброе начало и злое начало. Злое начало рождается раньше. И это было ответом злого начала, которое старше по возрасту. Это ревергировало первым. Теперь сделай маленький перерыв, вздохни воздух, и пусть твое мнение выскажет более молодое начало. Вообще вот, если отвлечься от воспитания, о чем еще вот очень важно думать, на вопрос «как дела?» некоторые люди вздыхают, говорят «будет хорошо». Это обычно означает, что сейчас плохо. И глава Ишивы Хаим Берлин, есть такая Ишива, считал, что в этот ответ входит неверие, что это недостаточное выражение веры человека. Потому что Рабейн ее написал тому, кто полагается на Всевышнего, следует в момент неприятности, в момент беды, уповать на то, что именно эта тьма станет источником света. То есть то, что хорошо начинается сегодня. Нам надо всем научиться этому. Надо научить заставить себя считать, что хорошо начинается сегодня. То, что сегодня кажется плохим, может оказаться в дальнейшем источником самого хорошего света. Так говорил Рав Гутнер, глава этой Ишивы. Вообще на нас громадная ответственность за воспитание детей. Сказанное увидел Израиль сыновей Иосифа и спросил, кто эти. И вот Рав Падыровский, он великий был Рав такой, он обслуживал Хафицхайма все время, все годы записывал беседы Хафицхайма. Его наставление. Однажды пришел к Хафицхайму старый такой пожилой еврей, вид которого свидетельствовал, что он соблюдает Тору, заповеди. И он привел с собой двух маленьких подростков, ну уже выглядевших как дети нового поколения. И он сказал, что это его внуки и попросил благословить их. И Хафицхайм ответил, у ваших внуков хорошее родословное, однако одной родословной недостаточно. Когда Иосиф, праведник, привел с собой двух сыновей для благословения к Якову, тот спросил, кто эти, не поторопился благословить в качестве внуков. Ведь может быть они учатся в египетской школе, может посещают гимназию. Только тогда, когда Иосиф сказал, это мои сыновья, идущие моими путями, ответил про отец Якова, возьми их, подойди, я их благословлю. Так сказал Хафицхайм, и лицо деда поникло. Раф попал в цель. Есть еще такая же история, как к Хафицхайму пришли родители с просьбой благословить, как благословение на воспитание детей по Торе. А он говорит, воспитание детей зависит не от благословения, от выбора родителей, от их старания, от их самоотверженности, от труда. Действительно так сказали родители, но в дополнение к этому мы хотим благословения. А Раф говорит, это не зависит от благословения. Они снова просили, он снова, и они ушли разочарованы. А члены семьи Хафицхайма были удивлены, он всегда давал благословения. Вообще, один вышел за родителями и спросил, что. И оказалось, что они убрали сыновей из Яшивы и отдали их учиться в Варшаве. И сказал он, что же удивительного, что Раф их не благословляет. Однажды известна история об отце, пославшего сына в Петербургский университет. Он возвратился, одетый в студенческую форму, там такое все потемнело в глазах отца. Он говорит, горе мне, насколько счастливый было, если бы ты возвратился из Воложинской Яшивы в шляпе, а не как сейчас с бритой бородой, головой и бородой. А мать удивилась и говорит, если ты его послал в Петербург, как он может возвратиться из Воложина? И вот когда мы посылаем своих детей в Петербург, условный, мы не можем ждать их из Воложина. В этом суть и урок нашей главы. Брахавы от слаха всего самого-самого лучшего.